Я ваш сегодняшний лектор и тема нашей сегодняшней лекции МВЦ. Хотел спросить у вас, кто-нибудь уже знает что-нибудь про паттерны объектно-ориентированного проектирования? Один человек. Два. Смелее, товарищ. Очень хорошо. Кто-нибудь уже знает про МВЦ? Прекрасно. У нас сегодня подготовленная аудитория. Я надеюсь, тогда на тех слайдах, которые подразумевают ответы на вопросы, вы будете вставлять свое ценное мнение. Прямо с места. Когда я готовил эту лекцию, меня коллеги просили рассказать вам, что МВЦ это очень просто, собственно. Да, это действительно просто как раз два-три, но есть небольшие нюансы. План нашей сегодняшней лекции. Первое, это сегодня я вам расскажу про то, как был, собственно, изобретен этот паттерн. Небольшая ретроспектива будет. Дальше мы перейдем к описанию классического паттерна МВЦ 79. Поговорим о серверной и клиентской архитектуре, то есть как реализуется этот паттерн на клиенте и на сервере различных реализациях. И потом вы сможете задать мне свои вопросы, если они у вас останутся. Я думаю, останутся. Итак, когда-то не было никакого графического интерфейса, у компьютеров не было ни клавиатуры, ни мышки, а код review выглядел приблизительно вот так. Скажите спасибо, что вам этого не досталось. Я знаю людей, которым досталось. Вот эти ребята из лаборатории Xerox Palo Alto Research Center, если кто-нибудь знает про эту лабораторию, собрались как-то однажды и решили, хватит это терпеть, нужно начать делать компьютеры для людей. Посидели, подумали, и где-то в начале 70-х у них получилась вот такая штука Xerox Alto. Он для нас примечательен именно тем, что на нем был первый графический интерфейс пользователя как таковой. Вот так вот он выглядел, не очень притязательно, черно-белый, да. И потом, некоторое время спустя, мы могли наблюдать уже на другом компьютере другого яблочного производителя вот уже такой интерфейс, который гораздо лучше оформлен и закрепляет как бы современную парадигму объектов, которые мы можем видеть на наших голубых экранах. То есть, из чего состоит сейчас современный графический интерфейс? Окошечки, иконочки, меню, управляемые неким поинтинг-девайсом. Что за поинтинг-девайс такой? Молодцы. А это кто? Не узнали. Это Алан Кей. Человек, который вложил очень много своих сил и знаний как в первый графический интерфейс, так и в программы, которые были с ним связаны. И, собственно, он придумал язык программирования Smalltalk-80. Чем нам интересен Smalltalk-80? Кто-нибудь знает, что такое Smalltalk-80? Это первый объектно-ориентированный язык. Правильно, это первый объектно-ориентированный язык. Кроме того, там была еще объектно-ориентация, там была помимо объектно-ориентации динамическая типизация. Кстати, не первая, первая была символа. Символа 67. Они, собственно, впечатлялись этой символой, прежде чем писать Smalltalk. Динамическая типизация. Все знают, что такое динамическая типизация? Хорошо. Я по-другому спрошу. Есть кто-нибудь, кто не знает, что такое динамическая типизация до сих пор? Плохо. Динамическая типизация, в отличие от статической, если коротко, позволяет нам вызвать метод объекта в свободном контексте. Ну, фактически, вот если говорить про JavaScript, мы можем вызвать любую функцию, любой метод любого объекта в контексте какого угодно объекта через функции какие? Call и apply. Call и apply, правильно. Все знают, как они работают, да? Очень хорошо. Ну, таким образом, собственно, происходит динамическое связывание контекста, и мы можем любой абсолютно функционал исполнить в каком-то, в каком угодно нашем контексте. И, собственно, сообщения. Они же события. Все знают, что такое событие и сообщение? Хорошо. Опять начну по-другому. Есть кто-нибудь, кто не знает, что такое событие и сообщение? Вы не знаете, что такое событие и сообщение. Вот представьте себе, что у вас есть некий объект, мы уже говорим сейчас об объектно-ориентированном программировании, с которым что-то происходит. Что с ним может происходить? С ним происходят разные вещи. У него изменяются данные, какие-то свойства в результате вызовов тех или иных методов. На него там действуют какие-то страшные потусторонние силы. К нему через методы этого объекта обращаются какие-то другие объекты или вызываются функции, в результате у него изменяется состояние. То есть те данные, которые он несет в себе, которые он в себе инкапсулирует. Собственно, для того, чтобы мы откуда-то снаружи могли узнать, что с ним происходит, был придуман механизм сообщений. Собственно, в Smalltalk там все было на сообщениях. Там не было как такового вызова функции. То есть мы от одного объекта посылали сообщение какое-то другому объекту. И это другой объект, какой угодно, произвольный. То есть, ну, например, мы посылали событию в Windows метод сообщения show. Вот там был обработчик встроенный, который обрабатывал это событие и что-то с этим делал. Кто может сказать, чем отличается обработка сообщений от вызова функции? Объект решает выполнять то, что вы попросили или что делать вообще? Хорошо. Давайте еще раз я это скажу. Когда мы публикуем сообщение, нам, в принципе, с точки зрения объекта, нам уже не важно, кто, когда и будет ли реагировать на это произошедшее событие. Мы ничего не знаем об окружающем нас мире. Мы выполняем только свою функцию. С помощью такого механизма достигается слабая связанность. То есть связанность меньше, чем если бы мы вызывали функции каких-то объектов. Потому что нам бы пришлось знать, каких объектов, какие функции, какие аргументы им передать, какой контекст им задать, в каком порядке их вызвать. Какие проверки и какие условия мы должны исполнить перед тем, как это сделать. Давайте дальше, чтобы не тормозить. Итак, Smalltalk 80, собственно, на основе вот этих вот трех особенностей динамической типизации, объектное ориентирование и сообщение, спасибо, стало возможным применение так называемого паттерна. Паттерна объектного ориентированного программирования MVC. Что в себя вообще включает этот паттерн? И как мы его будем, как я его вам буду объяснять? Вообще, я его сам, когда я его стал изучать, я полез очень глубоко в труды вот этого замечательного дяденьки. Вы его точно не знаете, но я его вам подписал. Это норвег, работает в университете Осло, зовут его Трюг Верлинскаук. Собственно, он работал в лаборатории Xerox PARC вместе с Alan Kame и группой товарищей, которые работали над прототифами Xerox Alto, Dinabuco и над языком Smalltalk. И в 78-79 году он описал этот паттерн в своей статье. И мы сейчас можем, в принципе, взять и почитать эту статью. Правда, статья написана немножко с норвежским акцентом, но ничего. По-английски с норвежским акцентом. Но я думаю, что это нам не помешает. Итак, давайте начнем с простого. Вот такое вот у нас есть приложение. Ну, какое-то круглое сферическое приложение в вакууме, абсолютно отвлеченный пример. Если мы возьмем микроскоп и посмотрим туда внутрь, мы увидим, что там есть какие-то штуки, какие-то участки кода, какие-то функции, какие-то процедуры. Эти функции, штуки и процедуры, они вызывают друг друга. Они знают о существовании друг друга, они умеют друг друга вызывать, передавать параметры, передавать данные. И это все у нас такое довольно простое приложение. И вдруг приходит какое-то требование, и мы хотим добавить туда еще каких-то подробностей, какой-то новый функционал. Добавляем еще парочку проверок, парочку финтифлюшечек, парочку кнопочек. Количество объектов увеличилось, увеличилось количество связей. Но это все еще очень простое приложение. Теперь давайте посмотрим на наше очень простое приложение через год промышленной эксплуатации. Представьте себе, что это function call, все эти стрелочки, это вызовы функций, или операции go to. Все знают, что такое go to? И почему его нельзя использовать? Использовать его можно. Я с вами согласен. Я спрашиваю, все ли знают, почему его нельзя использовать. Хорошо. Что нам делать? Собственно, этот паттерн MVC... А, что нам делать, чтобы не утонуть? Совсем уж нафиг. Собственно, этот паттерн MVC предлагает такую организацию наших объектов, которые позволят нам управлять приложением, разделяя его на более-менее компактные объекты, компактные методы API с определенными архитектурными особенностями. Давайте про них поговорим. Итак, какое у нас разделение есть в паттерн MVC? В паттерне MVC есть разделение на данные, представления и управление. Или, если говорить по-умному, то decomposition, model, view, controller. Чем занимается модель? Когда вы видите знак вопросика, можно уже разговаривать. Хранит данные и, получается, работает с базой данных. Работает с базой данных. И теряется абстракция для объектов. Описывает сущности. Так, давайте так. Хорошо, я понял. Вы знаете, что такое модель. Итак, она хранит. Хранит что? Данные, информацию, состояние, знания. Есть какая-то разница между этими понятиями для нас? Не видите разницу. Так очень и хранит голову. Хорошо. Есть такая точка зрения, что модель на самом деле моделирует. Вот это вот то, что написано. Моделирует иерархию бизнес-объектов. То есть у нас с вами не просто в программе какие-то объекты болтаются в вакууме. Мы с помощью объектно-ориентированного моделирования таким образом хотим представить те объекты, которые у нас составляют основу нашей программы, как реальный бизнес-сущности. То есть на тракторном заводе это будут тракторы с колесами и шестеренками. На заводе по производству печенек это будет мука, сахар, масло и мороженое. Что там еще бывает на заводах печенек, я не знаю. Модель не знает про окружение. То есть мы сейчас разговариваем про классический вариант паттерна, хотя и в неклассических она тоже ничего не знает про окружение. Фактически ее задача только хранить в себе данные, основная задача, и оповещать... А, да, кстати, хотел обратить ваше внимание, она не является абстракцией BD. Дело в том, что ваша база данных хранит в себе данные реализационным способом, как правило. У вас могут быть разные базы данных. Модель еще учитывает связи между объектами. То есть ваша модель, она представляет из себя объектную иерархию, которая может быть никак не отражена в базе данных. Или не хранится там в явном виде. Но в любом случае, когда у вас есть иерархия, то есть какой-то граф, вам нужно уметь понимать, что вы находитесь в каком-то конкретном узле, переходить вправо-влево-вверх-вниз, понимать, где твой предок, где потомок, и какие связи существуют между объектами. Все это, в принципе, оно ложится на базу данных. Но сама база данных не является хранилищем бизнес-объектов, она является хранилищем данных как таковых. Я не знаю, правильно ли я объяснил, но я надеюсь, вы меня поймете. Основная обязанность модели, она, собственно, как я уже сказал, она хранит данные и оповещает другие наши части приложения, которые называются VueController, об изменениях этих данных. Оповещает с помощью событий, о которых я вам уже сказал. Ну, тут все просто. То есть у нас есть объект, допустим, пользователь Вася. Вдруг пользователь Вася захотел стать пользователем Машей, данные изменились. Ну, такое бывает с пользователями. Когда это произошло, модель публикует событие какое-то. И, в принципе, дальше ее ничего не волнует, потому что все, что от нее требовалось, она сделала. Vue. Что такое Vue? Представление. Из чего оно состоит? Ну, все. Ну, шаблонизатор тоже, да? Который конвертирует на выход, это HTML дает, в нашем случае. Шаблонизатор — это инструмент для создания представления, не так ли? Он используется в представлении. Нет, он не используется. Он используется для построения представления. Ладно. Содержит представление. Очень хорошо. Представление — это, если брать какую-нибудь HTML, это наши, собственно, дом-объекты, например. А также стили к ним. То есть мы в представлении определяем, какие стили у нас определяет его внешний вид. Красненькие у нас кнопочки или не очень. И поведение. Что такое поведение? Реакция на действие пользователя. А какая она может быть? Нажал пользователь на кнопку, надо что-то. Реакция на события модели, когда вы выписали. Маленькие события модели. И пользователя. Хорошо. Поведение. Я вам тогда объясню немножечко позже, что такое поведение. У меня там будет пара слайдов. Итак, Vue еще отображает состояние модели и слушает изменения модели. То есть в чем тут смысл? Смысл в том, что Vue знает про существование модели, которое связано с этой вьюхой. Мы сейчас опять-таки говорим про классическую реализацию паттерна. И отображает эти данные. То есть ходит в модель за этими данными. Вставляет куда-то внутрь себя. И когда эти данные изменяются, она может перерисовывать сама себя. В ряде случаев. Или там ее контроллер как-то об этом просит. В различных вариантах паттерна эти обязанности бывают отнесены к разным частям. Также Vue оповещает контроллер о действиях пользователя. То есть понятно, что имеется в виду. Любой клик мышкой, любое нажатие на кнопку является действием пользователя. Об этом мы хотим оповестить контроллер. Контроллер — это то место, где реализована наша бизнес-логика. Уже знает, что с этим делать. И к чему это должно привести. То есть если, например, пользователь нажал на кнопку, контроллер от Vue получает событие клик по определенной кнопке. Смотрит, что это была за кнопка. Save или Delete, например. И дальше уже либо изменяет каким-то образом модель, либо выполняет действия, которые приводят к изменениям модели. Но что-то происходит. В любом случае заботы Vue в этом нет. Vue ничего не знает. Ничего не знает про контроллер. Она ничего не знает про то, каким образом будет обработано ее событие. И знать ей не надо. В этом месте у нас как раз тоже слабая связанность. Контроллер. Чем занимается контроллер? Бизнес-логика содержит. Правильно. Содержит бизнес-логику. Что такое бизнес-логика? Логика по управлению иерархией бизнес-объектов. Очень хорошо. Вообще, на самом деле, вы сейчас сказали про логику управления иерархией бизнес-объектов. Управлять ей можно по-разному. Можно у одного объекта посетать свойства. Можно удалить объект. Можно создать новый объект. Можно, например, взять и сохранить этот объект на сервер. Фактически, это все компетенция нашего контроллера. Той или иной его части. Когда мы говорим про контроллер, нужно понимать, что у него есть определенные, конечно, тоже обязанности. Он сохраняет и изменяет модель. Это понятно. То есть он слушает события от Vue и кладет эти данные в BD или на файловую систему в случае десктопного приложения. Или модифицирует модель, что приводит, в свою очередь, к событиям, которые отображаются у нас во Vue. В принципе, сам контроллер тоже может быть подписан на события модели. И какие-то части контроллера могут быть подписаны на эти события. И в зависимости от этих событий запускать те или иные процессы. Он может создавать, изменять и удалять элементы представления. Легко. Опять-таки, он берет в левую ручнику шаблонизатор, в правую ручнику модель данных, накладывает одно на другое и получает какой-то уже блок. Ну, готовое представление этих данных с помощью этого шаблона. Это очень полезное разделение обязанностей с той точки зрения, что мы, допустим, хотим одни и те же данные показывать по-разному. Например, у нас есть большой массив каких-то данных, какой-то статистики. И она представима для нас. Может быть, нам интересно посмотреть на нее в виде таблицы. Может быть, интересно нам посмотреть на нее в виде графика. В любом случае, данные одни и те же. А отображение, представление, которое, собственно, их презентует, оно разное. Вот контроллер как раз этим и занимается. Он выбирает в соответствующий случай шаблон, накладывает эти данные и, собственно, вставляет куда надо. Во viewport, например. Слушает оповещение моделей и представления. Ну, об этом я уже сказал. Вот смотрите, у нас есть кнопка. Все видят кнопку? Очень хорошо. Я тут про поведение как раз хотел сказать. Вот поведение — это то, насколько, например, какая у нас анимация включена на кнопке. Поведение — это то, насколько плавно это происходит. То есть это то, что происходит с view в результате действий пользователя, но то, что не относится к модели. То есть те события, та обработка состояния как такового view, которая не приводит к изменениям модели. Понимаете, о чем я говорю, да? В принципе, нам с точки зрения модели не важно, насколько плавно у нас выпадет менюшка. Не важно, насколько плавно у нас загорится или потухнет кнопка. Это, в принципе, все поведение. Нам важно только действие, которое произошло с этой кнопкой. То есть то, что на нее нажали, и это адресует какое-то действие в контроллеры. Попробуем собрать все вместе. Так, значит, у нас тут есть принципиальная схема с этой кнопкой, опять-таки, на которую нажали. Собственно, последовательно разберем. Вот, собственно, кнопка эта у нас view, которая опубликует соответствующее событие, то, что на нее нажали, то есть событие клик, в контроллер. Ну, она не публикует его в контроллер, она публикует его вообще наружу. А контроллер просто на него подписан и умеет обрабатывать это событие. Она, вьюха, ничего не знает под контроллером. Контроллер долго думает в соответствии со своей бизнес-логикой и текущим моментом. И дальше производит какое-то действие с моделью. Допустим, если это у нас кнопка была save, он может взять кусок состояния этой модели, то есть там набор каких-то бизнес-объектов, и отправить его по HTTP на сервер, сохраняться в базу данных. Процесс этот асинхронный, как вы все знаете, ну, в случае веб-приложения. И таит в себе вот какое дело. Пока у вас кусок модели сохраняется на сервере, идет какое-то время. И модель у вас на клиенте, мы точно знаем, что она неконсистентна. То есть с ней ее нельзя сохранить еще раз. Ну, не должно быть можно сохранить ее еще раз. Ее не должно быть можно изменить. И, в принципе, на то время, пока идет этот запрос, мы можем что сделать с кнопкой самой? Задезейблить ее. Можем показать... Анимацию, да. Кружочек, какой-то прогресс-листинг. Но как это лучше сделать в нашей схеме? Если мы не накладываем на контроллер обязанности прямого влияния на Vue? Ну, модель должна сказать... Модель должна сказать, вы сказали, да? Да. Хорошо. А как она об этом скажет? Ну, тоже события сделать. Какой-то с контроллером? Слушай, с событиями. Контроллер дернет, скажет модель, что она уже сохранена, а та, в свою очередь, влияет на Vue. Контроллер дернет модель. Еще раз. Та скажет, что она сохранена. А как она скажет, что она сохраняется сейчас? Что мешает иметь нескольких состояниях? Обязанена, сохранена, сохраняется. Правильно. Вот. Вот это то самое, что я хотел от вас добиться. Итак, у нас к каждому бизнес-объекту может быть прикреплена какая-то мета-информация, мета-данные. То есть данные о данных. То есть фактически, если у нас есть объект, который инкапсулирует в себе какие-то данные, мы можем к этому объекту прифигачить какое-то свойство, мы, я вам скажу, можем чего угодно сделать, и в это свойство написать, в каком состоянии он находится. Он консистентный или он процессится? В том случае, если он по дефолту, ну, когда мы вот мы просто это все дело загрузили, он консистентный. Он только что получен с сервера. Дальше мы во Vue поработали с ним, заполнили какую-то форму, изменили состояние этого объекта, нажали на кнопку Save. Начался процесс сохранения его на бэкэнде. Ну, сначала пойдет запрос в фронтенд, потом бэкэнд, в случае трехзвенной архитектуры, про которую вам рассказывал Денис, по-моему. И на это время, на это время свойства, там, я не знаю, как его назвать, процессинг у этого объекта, который мы только что редактируем, мы можем выставить в true. К чему это приведет? Это приведет к тому, что вот здесь изменится какое-то свойство у модели. Это приведет к генерации событий, к публикации этого события. И вот на это событие может быть подписан Vue. Понятно, да? То есть, когда Vue от модели получает сообщение о том, что модель находится в состоянии процессинга, она может уже сделать все, что угодно. И вот это как раз ее поведение. Она может задизейблиться, она может перестать генерировать вообще какие-то события, например. Контроллер, кстати, может тоже в плане защиты от дурака перестать слушать какие-то события от связанных с этим объектом в Vue. Может показать какой-то красивый прогресс-листинер в том случае, если мы имеем информацию о процессе сохранения процентов, если у нас это долгий процесс. С этим разобрались. Понятно с этой схемой? Есть кому что непонятно? Ну, не очень понятный механизм оповещения моделью представления. Потому что, ну, у меня просто сразу конкретный пример, да? Потому что, по-моему... Механизм оповещения моделью представления, он основан на событии. На самом и в МТ-ните. То есть создании события. Сама Vue-ха при создании подписывается на модель. Она знает, от какой модели она зависит, от какого куска модели она зависит. И она слушает те изменения в этом куске модели, которые ей интересны. Понимаете? Ну, это какая-то логика, получается, в модели есть. Она же, по-моему, без логики должна быть модель. Логики нет как таковой. Нет, логика, конечно, есть, если ее поискать. И она следующая. В том случае, если какая-то модель производит события, изменения, любого изменения, модель может просто взять и тупо перерисоваться. Понимаете, да? Чтобы это было не слишком тупо, нужно посмотреть, какие именно поля у объекта у вас были изменены. И зависит ли от этих полей, собственно, ваша Vue-ха. То есть, если у вас в темплейте идет перечисление свойств A, B и C, а D и G в них нету, если изменились свойства D и G, вам не нужно обновлять модель. Понимаете, да? Ну, чаще всего не нужно. Мне кажется, вопрос был больше о том, как связано вообще, в принципе, веб-приложение и Vue-ха с моделью вообще не связано никак. Веб-приложение и Vue-ха с моделью? Да, как они связаны. То есть, если что-то отрендерилось, что-то отдалось, там что-то происходит, модель об этом не узнает никак без контролера. Пум. Так, это я понял. Я понял, в чем заключается непонятка. Давайте вот про это я расскажу немножко позже, когда мы будем разговаривать про серверную и клиентскую реализации. Пока, вот сейчас мы разговариваем про классический вариант реализации паттерна, который предлагал Алан Кей, Стрюгвэ, Стрюгвэ, Стрюгвэ. В далеком 79-м году, когда вся вот эта архитектура, модель, Vue и контроллеры находились у вас на десктопе. Это было десктопное приложение. Понимаете? Вот, то есть, это область памяти, в которой вот у вас прямо здесь, в текущем рантайме, мапится в Vue. За ней далеко ходить не надо. Я вам начал рассказывать про то, как модель ходит на сервер, для того, чтобы вы могли себе легче это представить. На примере AEC-запроса и того, что он бывает синхронным. Поехали дальше. Итак, что нам дает такое разделение, собственно? В чем профит? Уговорил я вас или не уговорил? Давайте начну уговаривать. Она дает нам модульность. То есть, мы можем, согласно нашим архитектурным ограничениям и спецификациям, разграничить функционал и обязанности объектов по различным кусочкам. Эти кусочки, в силу того, что они маленькие, они просты. Потому что, когда вы начинаете строить одно большое приложение, вы очень скоро приходите к выводу, что не надо строить одно большое приложение и сложное. Нужно это большое и сложное приложение составлять из маленьких простых на основе какого-то формализованного взаимодействия. Вам это будет легче поддерживать. Потому что легче поддерживать набор маленьких простых, чем все большое целиком. Понимаете? Кроме того, те из вас, кто тестирует, кто умеет писать тесты? Ты пишешь тесты? Молодец. Кто еще не пишет тесты? Не пишут тесты. Не молодцы. Мы не любим тех, кто не пишет тесты. Я вам сразу сказал. И, собственно, если… А, почему мы не любим? Потому что, если у вас нет тестов, как вы будете рефакториться? Как рефакториться без тестирования? Когда у вас приходит вдохновение, вы можете написать что-то новое. А вот привести в порядок что-то старое, особенно когда его много. Вот вспомните картинку про год жизни приложения, когда оно у вас вот такое, и все состоит из функшн-коллов и go-to. Это сложновато. Но кроме вот этих вот простых преимуществ, оно дает нам такую штуку, как каркас. То есть надо понимать, что МВЦ — это каркас, это структурный паттерн. Он предоставляет вам не просто модульность, он позволяет прозрачную модульность. Когда вы пишете какой-то новый функционал, вы всегда, изучив вот эту архитектуру, которая у вас заложена, вы точно знаете, как и куда написать тот код, который вы собирались написать. Какие файлы это положить, как их связать друг с другом. Вы имеете согласованный API взаимодействия этих элементов. И этот согласованный API будет одинаковым для всех ваших компонентов, для всех ваших view, для всех ваших контроллеров, для всех ваших моделей. Это понятно. Итак, поехали разделять. Что бы нам такое разделить, товарищи? Тем временем, кстати, опять некоторая ретроспектива, случилась вот такая вещь. Что здесь нарисовано? Интернет, да, все правильно. Как раз тоже в начале, в конце 60-х, начале 70-х начала возникать сеть интернет. Сначала они объединили где-то, по-моему, как раз в начале 70-х научные центры и университеты Европы и США. Потом эта зараза стала расползаться по всему свету. Если что, интернет, история интернета достаточно увлекательная штука. Вы обязательно почитайте, если кто-нибудь читал. Вещь, придуманная на случай конкретной ядерной войны. Итак, самый простой случай. Вот принципиальная схема. Дальше будет хуже. У нас есть клиент, у нас есть application сервер и у нас есть storage. Ну, опять же, база данных, например. Чем занимается application сервер, приблизительно понятно. Или непонятно? Апик базе, бизнес логика. Бизнес логика, все правильно. Ну, если раскатывать, ну, приложить к этой схеме трехзвенную архитектуру, то получается, что на клиенте у нас view, на фронт-энде у нас какая-то бизнес логика, допустим, ну, на фронт-энде и бэк-энде. Здесь, на самом деле, может быть два слоя с балансировками и всеми делами. Для простоты я убрал. И то, что у нас храняет наши данные. В принципе, это можно назвать самым простейшим случаем, когда у нас есть и модель, которая хранится, как вы сказали, в базе данных. Она вам хранится. Application сервер, который содержит себе бизнес логику. И клиент. Как устроено взаимодействие? Человек, клиент в данном случае, посылает запрос на наш сервер, HTTP запрос. Application сервер, он смотрит, что с этим запросом делать, что, собственно, спросили. И применяет к этому запросу, ну, и адресует, собственно, в зависимости от этого запроса, ту или иную бизнес логику, которая в нем, собственно, прописана. То есть может загрузить тот или иной файлик. В том или ином файлике написано, куда сходить в базу данных, какие объекты выбрать и как их упаковать. То есть он отправляет запрос в базу данных. Дальше база данных скрипит мозгами и отправляет эти данные обратно на уровень ниже, в Application сервер. Application сервер принимает эти данные, смотрит, что приехало. Формирует из этого свою какую-то модель в рантайме, что-то с ней, возможно, делает, и берет шаблон, накладывает шаблон и отправляет этот HTML куском на клиент. Понятная схема, да? Теперь давайте посмотрим, как это устроено в реальной жизни. По тем буквам, которые вам не видны, вы могли бы догадаться, но вы не догадаетесь, потому что вам не видно, что это некоторое классическое Java-приложение с применением Java Server Pages, бинов, сервлетов, аплетов и прочей фиготы. У нас есть некие слои, вот как мы уже договорились, которые я вам только что описал на простой схеме. View, Controller и Model. Клиентам может быть как аплет какое-то приложение, так и, например, там HTML какая-то веб-аппликация. Они разделены какой-то сетью, как вы видите. Вообще здесь понятно вам, что происходит? Давайте я немножко вот эту часть больше поясню, потому что то, что происходит на application сервере, очень сильно зависит от конкретной архитектуры. Кто-нибудь, кстати, с вас сталкивался уже с Java, классическим таким Java-энтерпрайзом? Ну, тогда для вас здесь ничего нового нет, я думаю. В чем тут смысл? Смысл в том, что у нас есть какой-то запрос, который пришел к нам в бизнес-логику, и, собственно, обработчик этого запроса уже конкретный. Этот обработчик смотрит, у него эти данные где-то есть уже, например, как в каком-то кэше. Если нет, то он идет, например, в базу данных, достает их оттуда, например, может положить их в кэш. Понимаете? Потом он это дело обратно принимает к себе, выбирает тот или иной шаблон. Вот тут у нас Java Server Page за это отвечает. И отправляет обратно. Понятно, да? Все, тогда едем дальше. Пум, сервер. А, Бо, вопрос. Нет, ладно, сразу ответ. Время. За какое время все это происходит? Большое. Неправильный ответ. Чем быстрее, тем лучше. Десятки сотни миллисекунд — это максимум. То есть ваша замечательная веб-аппликация никто не будет ждать, пока она прочухается, сходит в базу данных. Вы все должны делать быстро. Поэтому вам надо иметь кэша, например, и вообще быстро соображать. Это на самом деле существенное отличие от клиента. Потому что на клиенте все не так. Опс, это не тот слайд. Вот. На клиенте у нас время другое. На клиенте приложение живет долго. Особенно если мы разрабатываем что-нибудь типа single application page. Вот. Приложение живет десятки минут. Может там час прожить, если его не выгружают из браузера. Оно все это время хранит у себя данные. Чем это чревато? Просинхронизация. Просинхронизация, утечками. Чем еще? Короче, появляются дополнительные сложности. Фактически у нас тут, только тут и ивент появляется нормальный. Потому что единственным ивентом у нас на серверной схеме был запрос пользователя. Вот здесь вот. Это единственный ивент, на который реагирует контроллер. Дальше все происходит приблизительно в синхронном режиме. И никакой вот такой синхронизации там не предусматривается. Собственно, минуты и десятки минут. Поэтому давайте сейчас поговорим немножечко о том, как это все может быть реализовано на клиенте. На клиенте все в последнее время организовано может быть очень сильно разными способами. И сам паттерн МВЦ тоже развивается. И сейчас самым модным, наверное, тенденцией являются четыре буквы MVVM. Но они являются, как бы, этот подпаттерн является наследником паттерна MVP. Давайте поговорим о них чуть-чуть подробнее. Я вам попытаюсь объяснить, в чем же разница классического MVC и вот этих вот двух новых паттернов. Это довольно важно. Я думаю, что вы с ними каждый столкнетесь когда-нибудь, если полезете делать MVC на у себя. Ага, во. Итак, первый паттерн — это модуль Vue Presenter. Он, по-моему, был впервые представлен в 90-м году для одной из систем. Основное его отличие от классического паттерна, если вы посмотрите сюда внимательно, в том, что у Vue нет связи с моделью. То есть этот паттерн призван еще более уменьшить связанность компонентов вашего приложения. Этот паттерн, ну, фактически, Presenter — это посредник. Если кто-нибудь из вас читал какую-нибудь книжку или статьи про паттерны, он конкретно этот паттерн узнает. Чем занимается у нас Presenter? Он хранит состояние представления, слушает события представления и содержит обработчики представления. Что значит хранить состояние представления? Ну, например, Disable что-то. Disable что-то? Но когда мы кнопку Disable, это состояние представления? Когда мы кнопку Disable, это может быть вполне состоянием представления, да. Если оно никоим образом не соотносится с состоянием бизнес-объекта. Как вы думаете, кнопка Disable в каком случае может у нас соотноситься или не соотноситься? Так, хорошо, попробуем разобраться. Давайте еще раз. Вот есть у нас такая схема. Связи между View и моделью у нас нет. У нас есть связь системы-посредник между представлением и презентером, презентером и моделью. Как она вообще может быть устроена с точки зрения вызова функций, процедурного подхода и событий? Презентер слушает модель и View. Презентер слушает модель и View. То есть он реагирует на изменения во View, на события пользовательские во View и на изменения модели. Что он с этим дальше делает? Он же транслирует. Транслирует в том же направлении. Транслирует в том же направлении? Он может генерировать свои события. А зачем ему генерировать свои события? Чтобы его слушали View или модель, в зависимости от того, что его слушали. Но они его и так слушают, так паттерн устроен. Он может какие-то выборочные пропускать события. Ага, фильтрация событий, значит, такая у него может быть обязанность, да? Нет, но возможно, генерация. Ну, в том случае, если презентер знает о том, что у него есть View, и View устроена определенным образом, то фактически фильтрацию именно событий он, конечно, может взять на себя. Легко и непринужденно. В том случае, если презентер знает, что кнопка задизейблена, он может фильтровать события в обратную сторону. То есть не пускать события onClick, например, до модели. То есть не исполнять эту функцию. То есть все эти проверки, вся эта логика, достаточно серьезная часть View-шной логики может находиться внутри презентера. При этом View у нас, можно ее назвать тупой. Презентер знает об ее устройстве, он сам знает, какие методы вызвать, как ее обработать. Понимаете, да? Сама View, она практически ничего про себя не знает. Просто кусок HTML. Итак, хранит состояние представления. Разобрались. Слушает события представления. Тоже поговорили. Содержит обработчики представления. Ну, вот, собственно, об этом и речь. Что презентер знает, как устроено представление, и он знает, что с этим представлением делать, если наша модель изменилась. То есть если наша модель изменилась, презентер берет те View-ши, которые, на его взгляд, зависят от этой модели, или те View-ши, которые, на его взгляд, надо изменить, и берет их и меняет с помощью методов своих собственных. Понятно, да? Слушает события модели, соответственно, оповещает модель об изменении состояния. То есть если у нас те изменения, которые произошли вот в этой связке View-ши и презентера, их можно донести до модели, он их пропускает дальше и нотифицирует модель. Вернее, ну да. Модель хранит состояние, обеспечивает реакцию на изменение состояния презентера. Хранит состояние, с этим тоже понятно, мы об этом поговорили. А что значит обеспечивает реакцию на изменение состояния презентера? Какая вообще у модели может быть реакция? Сохранить данные на самом деле. А это не на функции контроллера? Ах да, у нас нет контроллера. Да, модель должна сама ходить за данные. Что-что? Модель сама должна за данными ходить и отправить. Так может быть это будет умная модель? Да. Во, это будет умная модель. То есть модель у нас сильно умнеет и включает в себя методы сохранения данных. Там есть разные, ну помимо того, что вы можете написать в себе на коленке, есть более-менее общепринятые подходы, как это делается. Обычно это делается, ну например, это может делаться с помощью REST API какого-то. То есть есть стандартные операции, создание, обновление, чтение и удаление. Кто знает, что такое REST API? Все знают? Ага. Я просто не хотел остановиться на нем подробно. Вы это запомните, пожалуйста, про REST и почитайте дома, потому что могут спросить. У нас такие люди. Вот. Может быть какой-то другой вариант маппинга. Например, если у вас на сервере есть какие-то объекты, у которых есть формальное описание, какая-то схема. Кто-нибудь работал со схемами? Работали со схемами? Вот на основе, например, схемы вы можете сгенерировать вашу модель на клиенте по этой схеме. Допустим, если у вас XML-ная модель, ну, описана в виде XML, вернее, схема, заданная XML, вы можете легко наложить на нее XSL и получить, например, что-то типа валидаторов данных внутри вашей модели. То есть если у вас в схеме указан тип, вы можете включить соответствующие проверки и по заданным диапазонам вычислить, что, например, пользователь ввел именно дату своего рождения, а не имя своей любимой собачки. СААП так и работает, конечно. СААП, СВСДР, на мегапаре так и работают. Вот-вот-вот. Я про это и говорю. Я не хотел просто назвать эти слова, потому что, видимо, их точно не все знают. Спасибо вам. Собственно, да. А в Юхе у нас довольно тупые. То есть минимальный функционал представления, который, я не знаю, что в нем может заключаться. Может быть, поведение какое-то там минимальное. Но, опять-таки, сейчас поведение может быть устроено так, что может быть описано в виде транзишенов, анимаций и прочих стилевых извращений. Очень хорошо. Чем нам он нравится, этот паттерн? Вам, может быть, еще не нравится, а мне уже нравится. Он уменьшает связанность приложения на одну связь. То есть в Юхе теперь вообще может ничего не знать про модель. Ей все скажут. Понятно, да? Следовательно, если у нас нет этой связи, нам еще лучше и удобнее рефакторить. Мы можем отдельно потестировать и отрефакторить модель или вставить вместо модели МОК и потестировать и отрефакторить вот эту связку в Юпрезентер. Всем очевидна как бы выгода от убирания этой связи между моделью и представлением. Или кому-то она непонятна? Понятно. Хорошо. Тогда едем дальше. Ну, опять-таки, я повторюсь, что существует много различных реализаций этих паттернов. И хотел вам сказать, что если вы будете брать какую-то библиотеку, посмотрите внимательно на эту штуку. Многие из вас на нее смотрели. Кто из вас на нее смотрел? Много народа на нее смотрело. Это фреймворк или библиотека? Библиотека. Чем отличается библиотека от фреймворка? Фреймворк диктует структуру. У нас будет лекция на эту тему. Не рассказывать. На какую? Хорошо, не буду. У вас будет лекция на эту тему. Итак, это действительно скорее библиотека, а не фреймворк. Но на самом деле для каких-то минимальных нужд она вполне может вам казаться достаточной. Не забывайте, пожалуйста, что Backbone идет в поставке с Underscore, и там уже есть какая-то своя шаблонизация. Ну, не очень развесистая, но для каких-то вещей вам, скорее всего, хватит. Кроме того, чем нам интересен Backbone, там есть какие-то плагины объектного маппинга. Их там довольно много. Там есть, по-моему, плагины, связанные с RSTOM. И все, что нужно для модели. Кроме того, есть еще несколько таких добавок к Backbone, которые могут сделать вашу жизнь гораздо веселее. Если вдруг вы делали проект на голом Backbone и захотелось вам чего-то особенного. Это Марионетта Чаплин. К сожалению, времени нет про них посильнее, ну, подольше рассказать. Давайте немножко дальше. Ну, если займетесь, то обязательно посмотрите. Штуки довольно интересные. MVVM. Можно вопрос? Да, конечно, по-предыдущему. Вы говорите о безусловных преимуществах какого паттерна на MVC и тем, что он выбирает одну среду. С другой стороны… Нет, о безусловных точно не говорил. Нет, о безусловных. Хорошо. А с другой стороны, на первый взгляд, презент достаточно большая ответственность. Он обещает и за модель, и за бью. И получается, что много выкосканцентрировано в нем. Ну, да, я понимаю ваши опасения. Но смотрите, миллионы серверных разработчиков это никоим образом не смущает. У них очень умные контроллеры, которые действительно все знают про то, что где лежит в базе данных, про то, какую вьюху знать, про то, какую вьюху взять, и что из этой модели туда запихнуть. Действительно, есть вероятность создать… Есть даже специальный термин. Толстые, тупые контроллеры. Толстые, тупые, унылые контроллеры. Можете поискать, вы обязательно что-нибудь найдете интересное на эту тему. Да, действительно, такое есть. Есть такая опасность, что ваши контроллеры разжиреют, и рефакторить их станет очень сложно. Я не говорил, опять-таки, подчеркиваю, про безусловное превосходство этой схемы. Итак, MVVM. Кто-нибудь знает что-нибудь про MVM? Расскажите мне что-нибудь про MVM, пожалуйста. MVVM используется. Автоматические дата-биндинги. Еще раз. Автоматические дата-биндинги. Автоматические дата-биндинги, вы хотите сказать? Ага. Ну, в общем, да. Когда мы говорим про MVVM, мы, в принципе, мы MVVM можем и на бэкбоне поднять запросто, если у нас руки растут с правильного места. Там бэкбон нам чем интересен, опять вернусь немножко, так как это библиотека, вы можете любой его элемент, в том числе те элементы, те слои, которые отвечают за синхронизацию модели и сервера, взять и переписать своими собственными ручками. Точно так же с рендерингом уже готовых вьюх. Вы можете переопределить у бэкбона функцию рендер и сделать там свое собственное MVVM с зорницей и пионерками. И я вам в конце хотел предоставить такой пример, когда ребята не поленились и таки сделали это. Как вы уже правильно сказали про MVVM, он в первую очередь отличается, ну, это тоже посредник, да, содержит обработчики представления, связывает вид и модель представления, оповещает представление об изменении. Но сейчас, когда говорят про MVVM, имеют в виду в первую очередь отличие декларативного датабиндинга. Как, например, вот в этом замечательном фреймворке. Нокаут тоже все слышали? Слышали? Читали? Читал кто? Ага, описал кто? Во, во. В нокауте, вы, наверное, не дадите соврать, тоже присутствуют элементы MVVM, когда вы декларативно связываете вашу модель с вашим, ваш view с неким слоем viewmodel, у которого есть определенные вот такие обязанности. В чем, собственно, удобство этого инструмента, такого как нокаут, в том, что это действительно автоматическое обновление представления и, как правило, шаблонизация из коробки. То есть шаблон устроен таким образом, что когда вы создаете view, как объект, вы создаете не то, что нужно, зачем нужно следить постоянно и обновлять, а он у вас сам обновится тогда, когда обновится у вас моду. Понимаете? Во, что я хотел сказать. Есть еще микс бэкбона и нокаута. Это про тех ребят, которые не поленились. Knockback.js, так называемый, он объединяет в себе преимущества и бэкбона и нокаута и добавляет там еще пару своих штук. То, что, в принципе, имеет смысл посмотреть. Что он как бы берет? Он берет ORM роутеры из бэкбона, а MVVM концепцию дата биндинга он берет из нокаута и добавляет туда инструменты, например, по локализации. То есть вы можете компоновать, яркий пример того, что вы можете компоновать ваши приложения из различных библиотек, различных фреймворков, так, как вам нужно, так, как это лучше всего соответствует той задаче, которую вы решаете, так, как это лучше всего соответствует той иерархии бизнес-объектов, которые вы имеете. Понимаете, да? Вопросы? Чапаев ведь. Спасибо. Мне кажется, что разделение между MVP и MVVM, оно, по-моему, слишком уж условное, потому что тот же презентер, он и так по себе содержит все функции двойного связывания, просто это там не в автоматическом режиме, то есть надо самому ручку прописать и двойное связывание, но по факту он это и делает, он связывает модель и представление. По-моему, таким образом они вообще сливаются в один все-таки паттерн, и это очень условно их разделяет. Ну, я, наверное, все-таки с вами соглашусь в этом месте. Я не вижу ключевых различий между этими паттернами в рамках посредничества. Ну, наверное, да. Это был вопрос? Ну, да, да, вот вопрос. Вопрос в том, что есть ли различие или нет его? Да, принципиально. В чем заключается принципиальное различие? Принципиальных различий, как я вам повторил, нет. Есть особенности. Это знаете какой? Это, по-моему, второй слайд. Кто-нибудь его помнит, нет? Сейчас. Секундочку. Ну, вы такой вопрос задали, просто долго мотать. Различий нет. Есть нюансы. Собственно, вот эта мысль, которую я хотел бы до вас донести. Если вопросов больше нет, я тогда, наверное, подговорю вас. С какого произведения вы представляете? Угадайте. Все. Нет. Не угадали. Я представляю секретный сервис, про который вам знать не положено. На самом деле, если время позволяет, а время, наверное, уже не позволяет. Чтобы сказать, где я работаю. Мы сейчас занимаемся с коллегами тем, что придумаем очередную новую архитектуру, в том числе на базе паттернов МВЦ, для наших замечательных бэк-офисов. То есть это то, что мы, ну, у нас есть большая инфраструктура, и у нас есть задачи, наши огромные данные, очень сложные, связанные между собой данные, как-то показывать пользователям, чтобы они могли их обработать. Для этого мы используем разные инструменты. Конкретно из MVC, из древнего MVC мы использовали Spring Framework, Spring MVC. Вы, наверное, в курсе, что это такое, и работали с ним. В принципе, схема взаимодействия в рамках этого Spring MVC я вам показал, она приблизительно такая же, но с не очень большими различиями, как были на слайдах про серверный компонент. Сейчас мы думаем про то, что single application, single page application всех зарулит. И понимаете почему? Или не понимаете рассказать? Почему всех зарулит? Представьте себе, что у вас есть single application page, то есть что-то, что подключает в себя, ну, как некий seed, как некое зерно. Все нужные вам исходники в виде бандла. Ну, что вам может понадобиться? Вам может понадобиться jQuery, underscore, Twitter, Bootstrap, ну и все. И какие-то свои файлы. Вы все это собираете на этапе сборки, на этапе continuous integration, и деплоите на сервер. Что вы деплоите? Как это раздается? У вас фактически нет никакой динамики, когда вы это раздаете. Вы кладете на сервер HTML-ку. Сколько HTML-ек вы можете раздать через Nginx с одной машины, как вы думаете? Много. Много. Те, кто раздает HTML-ки через Nginx, они понимают, что много. Но, опять-таки, конечно, все не так просто, потому что нужно еще как-то общаться с бэкэндом, и общение предполагается сейчас через CORS. Непонятно сказал, да? Cross, фу, господи. Cross-origin request. То есть, нужно сделать так, чтобы бэкэнды были доступны за других ресурсов, ну, конкретно в рамках нашей инфраструктуры. Для этого применяется CORS. Такой CORS, наверное, тоже почитаете. Я, наверное, закругляюсь, да? Все. Спасибо. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ Субтитры сделал DimaTorzok Спасибо.